Агропромкомплектация С дружным коллективом столовой филиала «Комби» в Кунышевке Елене расставаться было непросто, но и на новом месте в южном филиале растеневоческого предприятия она быстро освоилась, завоевала уважение подчиненных. На протяжении семи лет, как я уже говорила, работала поваром, я отвечала за мясную продукцию, то есть все, что готовилось из мяса, за все отвечала я. Сейчас, в данный момент, я работаю заведующей хозяйством. К процессу приготовления пищи практически никакого отношения не имею. Естественно, только если попробовать, разработать какое-то новое блюдо, какую-то новую карту. Опять же, мне это легко дается только благодаря тому, что у меня была довольно-таки опытная заведующая, которая меня обучила всему. И девочке, слава богу, мне повезло с ними, с коллективом, с данным. Они тоже очень быстро учатся. Что-то подсказываю, где-то у них чему-то учусь. Поэтому процесс, конечно, разный. Сейчас больше ответственности. Раньше, если я приготовила еду, то я отвечаю только за нее, то, что я приготовила. А сейчас я отвечаю за все и то, что готовила не я. И поэтому не попробовать, не проконтролировать. Просто не имею права. Коллектив столовой в Наумовке ежедневно обеспечивает питанием сотрудников Машкинского, Беляевского и Наумовского свинокомплексов. Получается в среднем 150-170 человек, плюс 30-35 сотрудников растеневоческого предприятия. Поэтому рабочий день у Елены начинается в 8. Нужно провести летучку, обсудить меню на день и возможные вопросы. Начинается когда раздача. Стараюсь находиться здесь, чтобы вдруг... Ну, не то чтобы контролирую, но просто мне интересен сам процесс, когда люди приходят, кушают. Если есть какие-то вопросы, они мне их задают. Елена Смолина уверена, что секрет вкусного и полезного меню прост. Свежие и качественные продукты, разнообразие рецептур и ежедневное приготовление. Количество порций рассчитывается максимально точно. Пищевое предприятие «Вверенная Елене» работает как часы. И даже не верится, что поначалу у нее были сомнения. На самом деле, до того, как я сюда пришла, я не уверена была, что у меня получится. Но было безумное желание. Поэтому я попросила свою начальницу, дайте мне испытательный срок. Потому что я хочу, но волнуюсь. Новый коллектив. Когда я работала в Канышевке, все-таки 7 лет. Мы были одной семьей. Для меня было очень сложным выбором оставить, можно сказать, свою семью и уйти в приемную семью, можно так сказать. Но я ни капли не жалею. Потому что меня приняли. Меня приняли довольно-таки хорошо. И вот процитирую даже буквально сегодняшние слова моего повара. Елена Алексеевна, вы лучшая. Трудолюбие и человечность, наверное, вот это самые главные качества, которые должны присутствовать в любом человеке. Не только, не важно, заведующий или кух рабочий. Абсолютно не важно. Я знаю весь процесс работы. Я знаю, насколько это сложно. Вот, наверное, благодаря этому я очень хорошо их понимаю. Если возникают какие-то вопросы, я всегда с радостью. То есть одела чепчик, одела фартук и превратилась в обычного повара. И мне это совершенно не сложно, несмотря на то, что я руководитель. Мне это не сложно. Мне, наоборот, за радость им помочь. И я при деле. Вторая половина дня у меня не всегда бывает занята. Поэтому всегда с удовольствием могу и картошку почистить, могу и порезать, и котлетки раскидать. То есть абсолютно не сложно. Узнав о том, что по итогам 2020 года попала на корпоративную доску почета, Елена растерялась. Я, конечно, была в шоке. Потому что, во-первых, ну, я почему-то думала, что, ну, может быть, недостойна или, может быть, не совсем готова была к этому. Если бы меня как-то предупредили или еще что-то. А вот так для меня была эта новость. Я, ну, может быть, скажу без лишней скромности, я собой горжусь. Я горжусь, потому что на самом деле только мое трудолюбие помогло вот как-то продвинуться и уверенно стоять в своей профессии. На работу Елена Смолина ездит на корпоративном автобусе из Канышевки. Там у нее частный дом. И в свободное время она с удовольствием занимается домохозяйством. А еще у меня есть собака. Вот это мое хобби, можно сказать, мое увлечение. Так как дочка сейчас не рядом, и я проживаю на данный момент одна, поэтому собака мой самый лучший друг. То есть это и спорт, это и эмоции. Огород, сад. То есть выращиваю там картошку, морковку. Вот. В саду там у меня всякие плодовые, ягодные деревья. То есть хватает работы. Сейчас растет трава, нужно ее пропалывать. Поэтому даже собака обижается, что некогда с ней погулять лишние пару часов. Агропромкомплектация для меня как-то стала уже частью жизни. Восемь лет. Восемь лет. Это пока что на данный момент моей жизни это самый большой мой трудовой стаж. И я пока не собираюсь его прерывать или прекращать каким-то образом. Мне все устраивает, мне нравится.